этот литовский актер сыграл почти 100 ролей сдержанная экспрессия и внутренняя наполненность позволяли артисту даже проходных персонажей делать узнаваемыми и значительными нередко он появлялся в образе отрицательных героев недаром запомнился публике как главный фриц советского кино альгимантас масюлис родился 10 июля 1931 года в ремесленном поселении сурдегис что на северо-востоке литвы мальчик рос в простой крестьянской среде но душа ребенка тянулась к искусству неизвестно откуда он заразился мечтой стать известным актером и начал притворять ее в жизнь в самом юном возрасте уже в 17 лет парень окончил студию при поневежском драматическом театре где занимался у режиссера и педагога иозоса мельтиниса наставник намеренно отбирал непрофессиональных артистов и вкладывал в них самое лучшее обучая не только актерской игре но и этикету к ультрологии иностранным языкам в поневежесе и началась актерская биография масюлиса юноша стал играть в театре выходя на сцену с донатасом банионисом власловом блейдисом и другими яркими представителями литовской драматической школы молодой человек не получил высшее профессиональное образование постигая азы мастерства и погружаясь в работу будучи одним из ведущих актеров поневежской труппы альгимонтас прослужил там 30 лет середины пятидесятых он стал совмещать эту работу со съемками в кино личная жизнь актера сложилась счастлива с женой гаражиной врачом по профессии мужчина прожил в мире и согласии много лет в браке родились двое детей дочь и сын дочка милда пошла по стопам матери став доктором сыну оказался ближе путь отца и он связал свою жизнь с кино они даже вместе участвовали в съемках документальной ленты фрицы и блондинки фильмография альгимонтаса началась в 1957 году с ленты и гнатас вернулся домой где артисту досталась маленькая роль после этого последовала череда незначительных работ пока в 1966 году на экрана не вышла картина никто не хотел умирать это литовская драма стала хитом советского кинопроката и сделала мосюлиса сыгравшего сына локиса знаменитым и запри как следует приедет секретарь пути разбирается идем не дури никуда я не пойду пойдешь и под охраной пойдешь по всей деревне чтобы люди видели что перед законом все равны приглашения к съемкам стали следовать одно за другим и все чаще литовцу предлагали примерить костюм нацистского офицера произошло это и фильме щит и меч 1968 года где актер сыграл немецкого офицера вилле шварцкопфа берлине как-нибудь переживут эту утрату я не прав и кстати это будет полезно и для абвера и для гестапо он будет иметь возможность подробно информировать обо всех ваших трудностях в конце концов мы делаем общее дело я надеюсь я вас не очень обременю образ непроницаемого злодея лишенного человечности настолько удался альгимантасу что его стали приглашать исполнять исключительно отрицательных персонажей на фото снимках мосюлис и впрямь похож на эсэсовца жесткий проницательный взгляд хищные скулы безупречная выправка при высоком росте мужчина не имел намека на лишний вес от него даже заранее ожидали что он окажется человеком сложным и капризным но на деле было все не так давая интервью артист мгновенно располагал к себе и оказывался сердечным и глубоким собеседником на 60 и 70 и пришелся творческий взлет актера он снимается в лентах сыны отечества миссия в кабуле осень моего детства голубой карбунку в последующие десятилетия ролей было еще много а вот в девяностых наступил резкий спад связанный с кризисом кино на постсоветском пространстве работу на сцене альгимантас не оставлял будучи главным артистом каунасского театра драмы но по съемкам все же скучал последней работой в кино стал фильм когда я был партизаном который вышел на экраны в 2008 году в последние годы мужчина серьезно болел альгимантас перенес сложные операции страдая от колоректального рака который стал причиной смерти наступивший в 2008 году актер умер 19 августа в каунасе где прожил последние 30 лет жизни могила артиста расположена на петрушунском кладбище альгимантас масюлис остался в памяти зрителей как виднейший представитель прибалтийского кино носивший звание народного артиста литовской сср с 1981 года если вам понравилось данное видео ставьте лайк напишите комментарий и обязательно подписывайтесь на наш канал и потом в в